Доброго дня, уважаемые коллеги, зрители канала. С вами консультант решения Вернеров Сергей Маслёхин. Сегодня решил рассказать про возможность получения субсидии на разработку или доработку технологий производства современной продукции практически во всех отраслях промышленного производства. Сперва немножечко о технологиях. То есть многие, наверное, недопонимают, ну, скажем так, назначение слова не ОКР, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы. Часть их ОКР, опытно-конструкторские, ОТКР, опытно-технологические конструкторские или опытно-конструкторские технологические работы ОКТР. Собственно говоря, здесь в самом широком смысле понимается это. Если у вас импортозамещение, если у вас обратный инжиниринг, если у вас технологические новшества, да, то есть в принципе любая интеллектуальная деятельность, инжиниринговая, изобретательская. То есть мы, например, различаем два вида инноваций. Продуктовые и технологические. Продуктовые – это когда вы улучшаете какие-то качественные или количественные характеристики, изделия, которые вы разрабатываете или дорабатываете, да. То есть там какие-то проценты улучшения какой-то характеристики функциональной, потребительской и других свойств, которые делают его отличным от продукции конкурентов, да. То есть от продукции, которая производится на территории Российской Федерации или еще недавно импортировалась, да, и еще не производится в достаточном количестве или, например, сведений об этом нет. Это продуктовые, да. Есть технологические инновации. Это когда вы используете улучшенный относительно ваших конкурентов способ производства. Ну, простой, скажем так, тупой пример, да. Ваш конкурент осуществляет ручную сборку, а вы механизированную или автоматизированную, да. А сотрудники слесаря, конкурента работают отвертками простыми, да, вот, и рожковыми ключами. А вы оснастили ваше производство, ну, я не знаю, пневмопистолетами или там электрошуруповертами или там каким-то особыми приспособлениями оснасткой, которые позволяют им собрать это более качественно, быстрее, в единицу времени и так далее, да. Ну, это как бы примитивный такой вот подход, да. Вот, на самом деле, наверное, тема как бы глубже, да. Те, кто занимался организацией производства, понимают, что создание шаблонов, макетов, приспособлений, наборов деталей, инструментов, схем, разных, разного рода, там, ну, допустим, макетиков каких-нибудь, да, шаблончиков, по которым сборка или, там, не знаю, производство какой-то передел изделия получается гарантированно точным. Ну, я не знаю, какой пример привести. В детстве я ходил на УПК, да, и, соответственно, мы собирали жгуты проводов. Соответственно, чтобы не ошибиться в сборке жгута проводов, у нас был шаблон-схема, что, допустим, красный провод у меня должен размещаться снизу, зеленый сверху, чтобы я не ошибся, да, и обозначение, то есть от, там, я не знаю, от крепежа 1, крокодильчика, да, до крокодильчика 2 я должен разместить сверху красный провод, да, зеленый, таким образом у меня получается правильный жгут, который потом при сборке изделия гарантирует от ошибок при сборке, да, вот, соответственно, я его мотал и так далее. Вот такие вот приспособления, шаблончики, да, они помогают, что называется, в сборке, да, и, в принципе, при организации производства куча разных вещей, помогающих избежать брака, повысить качество производства и скорость сборки, да. Я уже не говорю про скорость набора деталей, комплектующих на складе, автоматизация склада очень большое значение имеет, да, для скорости производства, вот, я уже не говорю про гибкие производственные линии, я уже не говорю про перемещение заготовок деталей, комплектующих между постами сборки, да, то есть там очень много, на самом деле, технологических новшеств, это сейчас не является, как бы, предметом, да, разбора, вот, то есть это, безусловно, технологи и те, кто занимается организацией производства, лучше меня это знают, потому что они видели кучу разных производств, да, а я какое-то ограниченное количество производства изучал, в принципе. Так вот, если у вас продуктовая инновация, еще раз скажу, которая на улучшение каких-то потребительских, функциональных и других свойств характеристик изделия, или технологическая инновация, когда вы собираетесь делать лучше, быстрее, качественнее, принципиально, допустим, там, по-другому, да, то, в принципе, государство может поддержать вас в субсидии, да, если ваша технология действительно современная относительно, скажем так, большинства конкурентов, например, да, или ваш продукт современнее, а это оценивает специальная межведомственная комиссия, то вашу технологию могут признать современной и просубсидировать ваши будущие затраты на доработку, разработку этой технологии и одновременно на доработку вашего, как бы, изделия, да, то есть продуктом вот этих окров и ОКТР, опытно-конструкторских работ или опытно-конструкторско-технологических работ будут комплекты конструкторской документации согласно ГОСТу ЕСКД и комплекты технологической документации согласно ГОСТу ЕСТД, да, То есть, ну, про технологическую документацию не буду, я тоже подробно рассказывать. Ну, что это может быть? Это могут быть словесные описания действий работника на данном участке. Откуда что взять, как что закрепить, как и чего. То есть, ну, некая инструкция, скажем так. Допустим, слесаря-сборщика или другого рабочего. Это может быть маршрутная карта. То есть, как должны детали заготовки двигаться по стадиям производственных переделов, по стадиям технологического процесса. Как должны двигаться комплектующие, откуда что заходит. Ну, вот некая такая карта. Вот это технологическая документация. Про конструкцию тоже только два слова скажу. То есть, это некие цифровые 3D-модели, например, чертежи в электронном виде, например. Вот. А также пояснение. В принципе, ГОСТы достаточно четко, утвержденные Росстандартом, описывают всю эту ситуацию. Так вот, возвращаясь к предмету нашего разговора. Если у вас такая технологическая инновация есть или продуктовая, смело обращайтесь в Минпромторг. Минпромторг принимает заявки на включение в этот самый реестр или перечень современных технологий. Он перед вами на экране. Я сейчас по нему пройдусь кратко. Не буду комментировать каждую технологию. Это будет долго. Вы сможете посмотреть на экране. К тому же этот реестр публичный. Вот. Если у вас возникнут какие-то вопросы, можете обращаться к нашим экспертам. Мы вам растолкуем, что здесь требуется делать, как подать эту заявку. Понятно, что в этом реестре публичным является только название темы, срок, в течение которого собирается достичь, размер субсидий, который испрашивается, да, и объем продаж инновационной продукции, которые вы гарантируете реализовать. В течение разумного вот этого самого срока, да. Вот обратите внимание, вот этот срок, это срок самих не окров, точнее окров и ОТКР, да, плюс годы выхода на проектную мощность, начало производства, реализации продукции, да. Ну и плюс интеллектуальная собственность, которая в дальнейшем будет вами, ну точнее, которая появится в ходе, которую вы защитите. Либо во внутреннем режиме сохранения производственных секретов, ноу-хау или коммерческой тайны, да, либо какую-то часть этих инноваций вы сделаете доступным для общественности, опубличите и оформите патент, например, на полезную модель, да, или промышленную обратиться. Вот, ну или может быть изобретение или что-то в этом роде, то есть здесь не ограничивается, да. Так вот, соответственно, наши эксперты расскажут, как подать заявку, что скрывается за этой самой формой, как конкретно описать, какие акценты расставить, да, то есть какие тонкости, нюансы, там, естественно, тоже, ну, как бы не все так просто, но все решаемо, то есть все это обычные человеческие действия. Так вот, вы можете подать эту самую заявку на включение вашей технологии, которую вы опишите самостоятельно, или, допустим, с помощью наших экспертов, без разницы, на, в этот самый реестр. Например, межведомственная комиссия, отраслевой департамент Министерства промышленности и торговли, вы сейчас увидите вот эти вот заголовки, например, нефтегазовое машиностроение, да, это потому что эти технологии разгруппированы и распределены по отраслевым департаментам. Естественно, в отраслевых департаментах специалисты по данному технологическому направлению будут свое, во-первых, мнение высказывать, а во-вторых, межведомственная комиссия, хотелось сказать, правительственная комиссия, да, вот, она межотделовская, межведомственная, скорее, да, она будет принимать окончательный вердикт, достойная эта технология включения в реестр современных, то есть, на самом деле, очень сильно зависит от вашего обоснования, да, вот, или нет. Соответственно, вот в разное время я видел даже несколько сотен технологий, которые включаются в реестр. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что это первый шаг, без которого получение субсидий будет невозможным. Если ваши технологии не в реестре, ну, естественно, субсидии по данному, там, постановлению 149 вам не дадут, да, вот, а если в реестре, соответственно, вы можете уже участвовать в конкурсе на субсидию. Так вот, какие, собственно говоря, вот обратите внимание, да, по отраслевым направлениям. Берем направление нефтегаза, да, ну, вот эта картинка уже много висела на экране, да, поэтому я дальше, наверное, перейду. Значит, соответственно, любые технологические инновации в нефтегазовом машиностроении, да. Так. Ну, например, что здесь? Клапана, трактора, тяжмаж, в тяжелое машиностроение приходим, да. Механизированный крепь, оборудование для углеприемочных комплексов, не знаю, там, вагон-опрокидыватель, дробильно-фрезерные машины и так далее, и так далее, да. Значит, цифровые решения, буровые установки с цифровыми программно-аппаратными комплексами для контроля и регистрации параметров бурения, например, да. Вот, электрические талии, транспортные тележки ленточного типа, значит, сама технология транспортировки грузов с автономными мобильными роботами, например, да. Технология АМР, построение маршрутов доставки, динамически изменяющаяся в логистической среде. Вот тут уже, кстати, еще и логистика, да. Машинное обучение, машинное зрение, искусственный интеллект в том числе. Пассажирский телескопический трап. Это вот один из реестров, один из последних реестров технологий. Там были и позже, да, и, соответственно, были и раньше. Вот. Комплексы коллективного спасения персонала. То есть, ну, вот как бы автономная промышленная безопасность, да. То есть, чтобы наши шахтеры, горняки были в безопасности, там, ну, скажем, там, с сохранением автономности жизнеобеспечения до 40 человек и в течение трех суток, да. Станкоинструментальная промышленность. Ленточные дисковые пилы со стойкими покрытиями твердосплавные. Обрабатывающий центр пятиосевой, да. Шарико-винтовые передачи. Режущий инструмент твердосплавный. Заготовки для инструмента. Фрезерные головки, да, то есть там инструмент пошел из сплавов. Обрабатывающие центра российские пятикоординатные. Шлифовальный станок. Значит, направляющие качения. Зубошлифовальный с ЧПУшками. Потом, значит, вон, даже технология автоматизированной клепки авиационных конструкций, да. И разработка клепального автомата. Зубодолбежный полуавтомат с ЧПУшкой. Аддитивка 3D. Производство промышленных роботов-манипуляторов. Линейка промышленных аддитивных комплексов. Послойных, несколько лучевых лазерных синтезов, например. Газотермическое напыление. Так, это у нас аддитивка и промышленная робототехника, да. Электротехника. Кабельная арматура. Потом, потом, потом. Не знаю, почему сюда попало. Электротермическое воздействие на призабойную зону скважины. А, понятно, потому что электротермическое воздействие. Разрядники закрытого типа. Опорные изоляторы на высоковольтную кабельную арматуру для лэб-линии электропередач наружного исполнения. Переключатели-рубильники с коммутацией до 1 кВт и с высокими токами до 3000 А. Например, баки с элегазом, так, с цепями на среднего напряжения от 6 до 35 кВт. Энергетика. Жаротрубные котельные установки до 15 мегаватт мощностью для Арктики приспособленные. Форсунки-горелки для турбин мощностью 47 мегаватт. Потом отводчики конденсата для высокопрочного... А, из чугуна для пароконденсатных систем. Сельхозмашиностроение. Шарикоподшипники для турбонасосов. Роликовые детали подшипников, да, телокачения. Сельхозмашина самоходная. Так, дозировщики, да. Дозировщики с цифровым управлением кормовых добавок. Насосная установка. Мощность 500 литров в минуту. Ведущие мосты с грузоподъемностью для комбайнов. Так, потом прицепное и навесное оборудование. Полуприцеп, выкопатель, плуг роторный, сажалка, культиватор. Так, потом АКП, автоматическая коробка приключений АКПП. Передач под нагрузкой для трактора высокого класса. Пищевка. Машиностроение для пищевки, переработки. Сушилки инфракрасные. Выпарной вакуум-аппарат. Доильная установка. Так, оборудование для пакетирования, мелкоштучки. Инъекторы мясорубки, пилы для мясной пищевой промышленности. Импортозамещающие в том числе. Хлебопекарные печи. Оборудование для хлебопекарных печей. Потом строительные, дорожные, коммунальные машины пошли. Так, подметально-уборочная машина. Дизельные ножничные подъемники на двух видов гусеничного колесного хода. Погрузчиков-экскаватор. Два с половиной тонник. Так, теперь планетарные редуктора с крутящим моментом до 30 тысяч нанометров. Так, теперь мини-погрузчик до полутора тонн с телескопическим подъемным механизмом. Гусечные колесные экскаваторы. Детали для них. Коллекторы. Газораспределитель. Гидрораспределитель. Гидронасос. Гидроцилиндры. Опорно-поворотные устройства. Компоненты гусечного хода. Кабинный модуль. Из российского в том числе. Компонентов. То есть трактора. Так, АКППшки. Для колесных погрузчиков. Комплект ходовых систем для бульдозеров. Тандемный мост. Блокировка дифференциала для лесопромышленного комплекса. Планетарные редуктора. Полноприводные мотоциклы. Гибридные и электрические. Так, химия пошла. Силиконовый имплантант. Молочной железы. Вот уже и сюда добрались. Так, метрамидный волокна. Термостойкие. Полупродукты. Эспиримидина. Так. Да, это конечно сложно тут выговорить. Выговорить химико-медицинские вот эти вот. Шины легковые. Велошины. Так, потом нуклеатор. Жирные спирты. Высшего порядка. Составы для нанесения на поверхность. Спирт. Пурфуриловый. Концентрат молочного белка. Безгипсовое производство молочной кислоты. Так, лизин моногидрата. Дихлор. Пеноксиуксусной кислоты. Так, фруктовый инулин и фруктовый глюкозный сироп. Из топинамбура. Так, лимонная кислота. Биобелок. Так. Полимеры. Которые будут стойки к воздействию удобрения кислот щелочей. Автопром. Литье металла в твердожидком состоянии. Пневморесоры. Подвески. Односкатные мосты с тормозами. Так. Семейство LCV грузовых автомобилей до 10 тонн на санкционно-стойких компонентах. Так. Городские автобусы с санкционно-стойкими компонентами. Дизеля двигатели. Так. Потом. Ну, тоже импортозамещающие компоненты, естественно. Импортозамещение компонентной базы. Модельный ряд легковых грузовых. Дорожники-внедорожники. Обновление модельного ряда. Так. Адаптация к компонентам российского производства. Тонкоплевочные декоративные покрытия деталей интерьера. Саимные технологии. Так. Компоненты для автокомпоненты. Применение полимерных соединений с улучшенными свойствами. Легкие дизельные двигатели. 2-3 литра для LCV и молотонашки. Так. Альтернативные двигатели. Так. Черная металлургия. Трубы. Бесшовные, холодно деформированные. Ширикоподшипник. КВ марки стали. Так. Трубы тоже бесшовные. Не ржавейка. Специальная для мединструмента. Стали трубы изделия. Для автопрома и машиностроения. Листовая сталь горячекатанная. Так. Цветмет. Катализатор полимеризации каучуков. Монокристаллы Германия. Редкоземельные. А. Цветмет. Промышленность редкоземов. Еще здесь же. Так. Порошковая металлургия. Постоянные магниты. Так. Осажденный гидроксид алюминия. Композиты. Стеклопластики для транспортной железнодорожной инфраструктуры. Так. Восстановление герметиков. Интересно. Не помню про руководство. Так. Отходы. Переработка отходов. Сепараторы. Баллистические, оптические. Потом направление боеприпасов спецхимия. Спортивно-охотничьи порохи. Бытовые холодильники для диверсификации. Так. Октоген. Спецмарки. Порох для строительно-монтажных патронов. Так. Интересно. Средства активного воздействия на метеорологические процессы. Так. Закамуфлировано. Пиротехника для защиты растений. Забавно. Взрывать колорадских жуков. Шучу. Так. СПГ. Жирный и компримированный. Там еще КПГ будет. Так. Теперь, значит, аппараты воздушного охлаждения для линии СПГ. Производство криогенных дисковых затворов. Компрессорных агрегатов. Доживных компрессоров. Центробежных насосов. Терминальных стендеров. Установок к утилизации тепла. Детали трубопроводов. Холодный блок криогенной установки. Компрессорные агрегаты. Так. Теплообменники. Оборудование для создания теплообменников. Вакуум. Вакууметры. Так. Так. Пошли мы теперь в возобновляемую энергетику. И... Как это называется? Ну, скажем так, энергоэффективности. Ветроэнергетика. Зарядные станции. Железнодорожное машиностроение. Защитный... Подбалластный защитный слой. Комплекс для производства, для формирования. Так. Потом комплекс по выправке, подбивке, рихтовке путей и стрелочных переводов. Вагоны-контейнера для скоропортящихся рефрижераторы. Рельсовые автобусы на водородном топливном элементе. Снегочиститель самоходный роторный. Так. Ну, собственно говоря, все, да? По этой тематике. Да. Вот, соответственно, вот протокол там 22-го года о докладе директоров профильных департаментов. Подписи, соответственно, об утверждении вот этого реестра технологий. Соответственно, на текущий момент конкурс короткий по приему заявок в реестр современных технологий. С 8 по 15 октября. Времени мало. Но, в принципе, как минимум раза в год, а сейчас получается два раза в год, такие конкурсы, такие приемы заявок на включение в реестр современных технологий, они проводятся. Поэтому обращайтесь, мы вас подготовим к очередному конкурсу по, к очередному приему заявок. Потому что все равно, я думаю, что месяц-два потратить на подготовку заявки придется. Вот, соответственно, мы имеем значительный опыт в этой сфере. И это, соответственно, даст возможность потом участвовать в конкурсах, подготовке на конкурс на получение субсидий. Соответственно, опыт в этом тоже есть. Поэтому такая возможность есть. Пользуйтесь ей. Интересная тема. Хоть, в принципе, конкурсы закрыты, но, в принципе, вполне рабочие. И средства достаточно серьезные. Вы, наверное, увидели о том, что размер субсидии довольно серьезный. До 330, допустим, до 300 миллионов рублей на каждую технологию. В некоторых случаях там, как бы, бывает и больше, смотря, как вы обоснуете смету затрат на проведение НИОКРа. Также наши специалисты полезны в документальном обеспечении этих самых НИОКРов. Вообще, в принципе, в документообороте, не только НИОКР, да, полезны в организации процесса НИОКР в компании и защиты производственных секретов в режиме ноу-хау или коммерческой тайны. В патентных поисках и патентных исследованиях, в оценке уровня технологической готовности, который тоже надо оказать, доказать, да, при входе в различные конкурсы на субсидирование НИОКР. Вот, умеем это делать, выдаем заключение о достигнутом уровне технологической готовности ТРЛ по ГОСТам, по обоим. Вот, соответственно, помогаем с технической документацией, если это требуется, да, помогаем описать и оценить жизненный цикл технологий, которые вы предполагаете, помогаем оценить стоимость, совокупную стоимость владения вашего покупателя, да, то есть изделие, которое предлагаем там для некоторых стадий УГТ, начиная от пятерки, это требуется, да. От пятерки до девятки обосновать технологические преимущества и оценить эффективность и сравнимость с конкурентами по стоимости, совокупной стоимости владения на всей стадии жизненного цикла, да. Помогаем обосновать перспективность современной технологии, горизонт ее использования, да. Вот, консультируем по всем возникающим у инженеров, конструкторов, технологов вопросам по документальному обеспечению, по финансовому обеспечению, по календарному плану, как сделать правильно смету, какие статьи затрат компенсируются в разных конкурсах по НИОКР. Кто пытался читать эту конкурсную документацию, тоже такие достаточно серьезные талмуды, понимают, что статьи затрат и требования компенсации, части затрат по этим статьям различаются от разных конкурсов. Вот, а поскольку мы обладаем кругозором практически по всем конкурсам, которые подразумевают субсидирование НИОКР от государства, да, соответственно, мы этой информацией владеем и можем подсказать, тот ли этот конкурс, тот ли конкурсный отбор, та ли это вообще как бы тема, на которую вы идете, а может быть, подскажем вам какое-то другое будет для вас оптимальным. Потому что наши эксперты могут, благодаря вот этому кругозору и опыту сопровождения во многих конкурсах, подсказать, какой для вас наиболее подходящий, да, конкурсный отбор, как подготовиться, какой трудный, какой нетрудный, какой открытый, который закрытый, который с доработкой документации, или тот, который не имеет возможности доработки документации, без права на ошибку, как говорится, да. Соответственно, вот этот вот кругозор, вот этот опыт позволяет точно спозиционировать, чтобы сэкономить ваше время на участие в тех конкурсах, которые, например, для вас не совсем подходят, неоптимальны, или вы, например, не хотите играть именно в эти правила игры, да, то есть с государством. Вот, увы, в зависимости от того, в какой фонд, при каком министерстве требования, жесткость документации, там, я не знаю, право на ошибку, разбег требований, люфт какой-то, да, естественно, сильно отличаются. Есть комфортный конкурс, есть некомфортный, все это мы разбираем с нашими клиентами на разовых консультациях. Обращайтесь с вами, эксперты решений Верный РФ, правильных вам решений, вот, используйте государственный ресурс безболезненно, отчитывайтесь потом за него, да, то есть сохранить право на использование субсидий, налоговые льготы, гранты, тоже большая часть успеха, не только, что называется, получить и расслабиться, да. Очень важно, чтобы потом не отозвали, чтобы соблюсти все ключевые показатели эффективности KPI, соблюсти все позиции календарного плана, скорректировать, если надо, потому что, ну, жизнь, что называется, очень динамично меняется, загадывать на 5 лет достаточно сложно. Соответственно, эксперты, которые умеют строить прогнозы на 5 лет, тоже в этом помогают, да, наши эксперты. Вот, это тоже является одной из слагаемых формул успеха, да. Всего доброго, с вами был консультант решения Верный РФ Сергей Маслехин.